Das genus des substantifs. Существительные в немецком языке, как и в русском, могут быть трёх родов – мужского, женского и среднего. Определить род существительных, не зная их артикля, подчас бывает очень трудно. Разумно заучивать существительные сразу с артиклем, иначе вы не сможете правильно употребить это существительное в предложении. Особенно трудно приходится с неодушевлёнными предметами, потому что род в русском и немецком совпадают далеко не всегда. Возьмём, к примеру, полку. В русском языке у неё род женский, а в немецком она обладает артиклем среднего рода – das. Das regal. То же происходит со словом проблема. Если в русском языке оно женского рода, то в немецком превращается в непривычное нашему слуху das Problem. Но стоит опасаться и одушевлённых существительных. Слова das Weib – женщина и das Mädchen – девочка, несмотря на очевидный гендерный подтекст, в немецком языке всегда стоят в форме среднего рода. Но бывает и наоборот. Привычное нам слово университет мужского рода в немецком языке имеет женский артикль – die. Die Universität. Или ещё одно слово с таким суффиксом – это die Spezialität, то есть блюдо национальной кухни. Также форму среднего рода принимает слово центр – das Zentrum. Любопытно, что некоторые существительные немецкого языка в зависимости от рода имеют разные значения. Например, der Leiter по-немецки – это руководитель. Но стоит изменить артикль на die, как получается die Leiter – это лестница. Der Schild переводится как «щит», а вот в среднем роде Schild превращается в табличку или вывеску. Bauer с артиклем der означает «крестьянин», а вот das Bauer – это уже клетка. Как видите, не так уж и просто бывает определить род существительного, не зная заранее его артикля. Многие из слов не совпадают по родам с их русскими аналогами, поэтому нам остается прибегать к помощи правил грамматики и суффиксов подсказок. Давайте вспомним. Мужской род – der. С артиклем мужского рода der употребляются слова, обозначающие лица, животных и профессии мужского пола. Дни и месяцы, времена года, стороны света, атмосферные осадки, алкогольные напитки, единственное исключение – das Bia – пиво, и название марок авто. К мужскому роду также относятся существительные, оканчивающиеся на – ling, ich или ig, es. Большая часть слов, заимствованных в немецкий, из других языков – суффиксами Производные существительные суффиксами – er и leer тоже относятся к мужскому роду, но их вы легко можете спутать со словами, корень которых заканчивается на – er, типа das Fenster, так что, если сомневаетесь, проверьте по словарю. С артиклем женского рода – die – употребляются слова, обозначающие лица, животных и профессии женского пола, названия деревьев и цветов. К женскому роду также относятся существительные суффиксами – ung, height, kite, shaft, eye, in. А также заимствованные слова с суффиксами – tet, i, tion, ur, ik, age, ade, ans, ends, inne, ile, this, it is. С артиклем среднего рода – das – употребляются слова в уменьшительно-ласкательном значении. Узнать вы их можете по суффиксам – hen и line. К ним относятся также названия металлов, названия почти всех медикаментов и химических элементов, названия гостиниц, кафе и кинотеатров. К характерным суффиксам среднего рода относятся также С артиклем das также употребляются существительные, образованные от глагольных инфинитивов со значением процесса осуществления действия, например, das Schaffen – создание, творчество. Если вы досмотрели это сложное видео до конца, значит, вы ответственный и дисциплинированный человек, а значит, род имен существительных в немецкой грамматике никогда не будет для вас проблемой. Субтитры создавал DimaTorzok